Здравствуйте! Это новости на канале ННТ. С ними ознакомлю вас я, Факира Рамазанова и мои коллеги. И вот о чем мы расскажем в ближайшем выпуске. День спасателя отметили автопробегом. О профессиональном празднике работников МЧС смотрите в выпуске. На сельхоз-ярмарке все дешевле. Жители Дербента на минувших выходных в этом убедились. Махачкалинский аэропорт бьет рекорды. Какие? Расскажем через несколько минут. По центральным улицам Махачкалы прошел автопробег спецтехники, приуроченный ко дню спасателя. Акция стартовала от здания главного управления МЧС региона. Также участники мероприятия почтили минутой молчания память своих погибших коллег и возложили цветы к мемориалу. Напомним, с 1969 года при исполнении служебного долга погибли 14 сотрудников республиканского МЧС. Впервые в истории Махачкалинский аэропорт обслужил за год 2 миллиона пассажиров. Накануне в торжественной обстановке председатель правительства Дагестана поздравил коллектив аэропорта и лично встретил юбилейного пассажира. Аэропорт Махачкала шаг за шагом развивается. Были годы, когда не достигало 500 тысяч пассажиров в год. Сегодня физрытый стал двухмиллионным пассажиром. Со стороны республики мы к боку работаем над развитием нашего аэропорта. Это наши ворота. Я благодарю работников аэропорта. Это ваша заслуга. Обслуживание в аэропорту, видимо, так хорошо, что у нас 2 миллиона пассажиров в год. Я всем желаю удачи и поздравляю с наступающим Новым годом. В Махачкале наконец решилась проблема с горячей водой у жителей многоквартирных домов по улицам Циолковского, Саловатого, Астемирова и Абубакарова. Напомним, в связи со стечением срока эксплуатации геотермальной скважины с весны в указанных домах была отключена горячая вода. Теперь, спустя 9 месяцев, проблема наконец разрешилась. Более 500 домов высокогорного села Гапшима Акушинского района получили голубое топливо. Работы по газификации здесь были начаты еще в 2015 году. И вот, наконец, состоялся торжественный запуск газа. Это стало возможным благодаря помощи мецената Арсена Магомедова. Протяженность газопровода подводящего 28 километров, внутри сельского 12. Кроме того, за последние два года в населенном пункте, благодаря участию в нацпроектах, удалось построить парковую зону, футбольное поле, отремонтировать спортивный зал и одну из центральных улиц. Сельхозтоваропроизводители Республики представили продукцию высокого качества в Дербенте. Здесь на минувших выходных прошла предновогодняя ярмарка, организованная администрацией города при содействии Минсельхозпрода Республики. Для покупателей и гостей ярмарки было предусмотрено бесплатное горячее питание. Кроме того, участников мероприятия ждала и развлекательная концертная программа. Как сообщили в Минсельхозе Дагестана, практика проведения подобных площадок реализации сельхозпродукции показала свою эффективность. Ведомством уже составлен график проведения ярмарок на 2022 год. Таким образом, фермеры Дагестана будут иметь возможность реализовывать свою продукцию без участия посредников напрямую жителям городов региона. Мы давно, сельхозпроизводители, об этом говорили, чтобы была возможность сельхозпроизводителям продавать свою продукцию без посредников, непосредственно жителям наших городов. И это удобно и для сельхозпроизводителей, и для покупателей. Мы, значит, представляем сейчас овощную продукцию, фрукты наши, все, что производится на территории Дербенского района. Прямо с поля мы обычно реализуем такой вот январь, февраль месяц тоже овощную продукцию, пекинскую капусту, сельдерей. Ну и на следующий год тоже планируем, значит, создать конвейер, чтобы мы могли участвовать на всех ярмарках и представлять свою продукцию. Министерство сельского хозяйства по традиции проводит предновогоднюю ярмарку. Она уже 16-я у нас в республике, вторая именно в Дербенте. Мы постарались, чтобы сельхозтоваропроизводитель весь был тут представлен, все продукты сельхозтоваропроизводители тут выставили. И более того, продукция высочайшего качества. Дед Мороз специального назначения. Так называется акция Росгвардии, которая стартовала в Дагестане. Сотрудники Каспийского ОМОН поздравили с наступающим Новым годом воспитанников Республиканского центра социально-трудовой адаптации имени Муртузалиевой и Дом-интернат Забота. Мальчикам и девочкам вручили новогодние подарки, а дети, в свою очередь, для гостей в погонах представили концертную программу с песнями и танцевальными номерами. 500 подарков в преддверии Нового года Министерство цифрового развития раздало детям из малоимущих семей. Они организовали эту акцию вместе с волонтерами и представителями IT-отрасли региона. Детям доставили подарки на дом. Карим Даниев расскажет далее. Спасибо, что про нас вспомнили, что есть такая семья. Раисат Магомедов – мать шестерых детей. Живет в ветхом доме у родной сестры. С мужем разошлись 12 лет назад. Сейчас работает уборщицей. Ей одной приходится воспитывать маленьких детей. О своем собственном жиле многодетной матери пока остается только мечтать. Вот так круглосуточно ходила на работах. Их круглосуточный садик давала. Ну, надо же их поднять, кормить, одевать. А сейчас зачем думаешь? Сейчас после, как машина сбила. Ну, так хожу, убираться хожу. Убираю и прихожу. Быть и некуда было. У нас жилья нет. Нигде ничего нет. Не чистимся. В такой тяжелой жизненной ситуации оказались сотни семей Махачкалы. Обрадовать их небольшими подарками в преддверии Нового года решили Министерство цифрового развития республики. Министерство цифрового развития организовало благотворительную акцию совместно с IT-компаниями, в рамках которой сотрудники нашего министерства и также наши цифровые волонтеры будут развозить подарки малоимущим семьям. Также мы будем развозить подарки семьям с детьми-инвалидами. Таким образом, мы решили обрадовать в преддверии Нового года детишек и раздать им новогодние подарочки. Помощь в раздаче новогодних презентов в Министерство оказали студенты-волонтеры. На собственных машинах они раздали 500 подарков. Участие в доставке праздничных коробок на дом принял и в Рио руководителя ведомства Тамерлан Буганов со своим сыном. Спасибо большое. Так, давай, держи. Давай, держи. Все. Так, давайте, давайте, давайте. Старшему брату и старшему. Давай, старшему брату и сестре, всем давайте. В двери Нового года хотели порадовать детей и присоединились к акции на Новый год. Я с колледжа СК ГИМК и мамы Шамиля и просто хотела помочь, порадовать детей в Новом году. Праздник каждому ребенку. Именно так называлась благотворительная предновогодняя акция. Помимо Министерства цифрового развития в организации мероприятия также приняли участие Ростелеком, Электросвязь, ИВТ и другие представители IT-отрасли. О списке нуждающихся предоставил благотворительный фонд «Инсан». Карим Даниев, Хамза Нурмагомедов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости на этот час. С вами была Факира Рамазанова. Оставайтесь на ННТ.